Массовую проверку сообразительности, а также общей эрудиции и способности решать задачи команды прошли пациенты, широко известные в широких кругах и строительной колонии, в которой чалится традиционно рекордный уровень каторжан с дипломами о высшей образованности. В деревянной рубашке черная душа. Что это? Никто не скажет, что она осуждена на колонии. Речь идет о Нижнетагильской суперкрасной колонии номер 13, где исправляются оступившиеся БСы. Из полиции, прокуратуры, ФСБ, таможни, МЧС. Кто-то, может, еще и из госнаркоконтроля остался. Самый легкий вопрос. Пятый. В каком веке греки пятками назад входили? Время? В актовом зале клуба ИК-13 прошла игра, чем-то напоминающая вопросительную телезабаву «Что, где, когда», но с туровой колониальной спецификой, безо всяких там ржущих, крутящихся волчков и стрелок и с брутальным названием «Мозгобойня». Бились в ней сразу аж 100 человек, разбитых на 16 команд. Им полагалось пройти сквозь 10 туров, по 10 вопросов в каждом, с промежуточным подведением итогов. Давайте лидера погласим. У нас синдикат. Молодцы, поаплодируем их. Значит, на втором месте у нас, ну понятно, лесоповал и оберзительная шестерка. Вопросы касались истории, литературы, географии, биологии, а также современной музыки и кино. Испытанием подверглись наблюдательность и логическое мышление конкурсантов. Одна австралийская жаба во время дождя набирает в воду специальные полости и так разбухает, что еле заползает в свою глубокую нору. Своё название она получила по месту обитания. Какое время? Сотрудники психологической лаборатории и отдела по воспитательной работе с осуждёнными вошли в счётную комиссию и жюри, которые и скалькулировали, кто тут у нас самый умный в текущий исторический момент. Таковыми оказались сидельцы из отряда номер 5. Соперники пообещали, что реванш за ними не заржавеет.